всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео хочу вам сейчас первых показать свой заказ faberlic и вот так немножечко обо всем и так давайте покажу вам свой заказ faberlic во-первых купила кондиционеры один вот этот я уже открыла и загрузила стирку вот такие вот два одинаковых эти ароматы мне нравится больше всего поэтому я взяла 4 то есть два одинаковых и еще конечно же взяла свои любимые порошки для цветных тканей и для белых тканей очень нравится эти порошки вообще обожаю вот в каждом заказе у меня кондиционер от faberlic и порошки очень нравится действительно экономичные надолго хватает но мне на месяц точно хватает счет на того что я очень много стираю хватает и кондиционеров этих порошков так что вот с огромным удовольствием взяла еще также я взяла средства для мытья посуды решила как-то для разнообразия взять вот такой клубника со сливками тоже мне очень нравится эти средства не сушит кожу рук хорошо все отмывает убирает запахи люблю вот такой взяла в этот раз просто для разнообразия бальзам для мытья посуды с допантанолом тут написано и также для кухни взяла вот эту салфетку очень она мне тоже нравится из микрофибры я в прошлый раз взяла и прям в восторге очень хорошо отмывает даже какие-то пятна понравилось так что мне одна будет стирки на смену скажем так взяла вот такой еще салфеточку для кухни также для кухни я взяла жидкое мыло для рук очень тоже мне нравится действительно убирает запах и от чеснока и от рыбы еще у меня на кухне вот заканчивается и я покупаю снова потому что мне очень нравится также я взяла два вот таких геля для душа девочки как они вкусно пахнут просто обалденно вообще тоже геля для душа от фаберлик конечно вообще обалденная обалденные ароматы всегда очень вкусно пахнет и вот такие две пены две одинаковые взяла пены для ванны но это же вообще реально каким-то вкусным вот таким банановым ну я не знаю каким-то вкусным очень вкусным десертом пахнет так что с удовольствием я и мои мальчишки будем принимать ванну вот с этими пенками очень прям очень вкусно пахнет и взяла так как сейчас уже такая погода у нас питере вот такой спрей защитная обувь для обуви от влаги грязи и реагентов вот как раз и мальчишкам своим попшику на обувь и себе тоже так что вот такое вот еще средство взяла также я взяла вот меня очень часто когда у меня вот эта тушь была на ресничках очень часто меня спрашивали в комментариях что же у меня такая за классная тушь действительно делает очень-очень красивые ресницы это вот такая тушь я вам артикулы все как всегда оставлю внизу инфобоксе это вообще удлиняющая тушь но она придает еще и объем классный очень хотя вода написано удлиняющая и объемная тушь очень мне вот даже больше чем такая предыдущая пользовалась понравилось я взяла две штуки потому что мне безумно понравилось единственное что она вначале такая достаточно жидкая вот а потом когда подсыхает делает нереальные ресницы нереально крутые вот я там две штуки взяла боялась мало ли куда-нибудь пропадет думаю я хочу ими пользоваться и также из косметических таких покупок взяла вот такой я уже брала вот этот вот каял черный для меж ресничного пространства использую вот такой снова повторила в принципе тоже неплохой я не знаю не скажу что прямо супер пупер держится но вот до вечера до вечера есть немножко бывает размазывать стрелки я не рисовала просто использовала как для межреснички межресничного пространства да вот и вот в комплекте с этой тушью получается такие прям глазки очень очень даже симпатично так что мне понравилось вот взяла и конечно еще каталог от faberlic такой яркий классный какой-то даже летний получается тоже всякие новиночки интересно будет полистала посмотрю вот что тут есть такого интересного для деток тоже смотрю что то есть в общем надо будет посмотреть но заказ у меня как всегда все мои любимчики вот эти вот для кухни вообще ну классно очень советую также порошки кондиционеры все мне это очень нравится артикулы я вам как всегда оставлю внизу в инфобоксе а я тут еще девочки забираю сыночка из со школы зашла вот свой любимый магазинчик который мне очень нравится ну такой местный скажем так да и купила кое-что тут из мяса я куриные желудки это я дам вот этой мадам которая ждет да ей можно давать ну всякие вот такие потроха и мясо все в сыром виде все согласованы я и даю как в качестве вкусняшки скажем так чуть-чуть я купила полкило здесь чуть больше чем полкило стоит 180 рублей за килограмм куриные желудки очищенные они уже вот так что я их на два раза наверное разделю я так рада я так рада я так рада давай скорее 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 да вот такая еще купила там была какая-то акция за 230 или 220 чем-то рублей филе куриное филе бедра я его наверное потушу как-нибудь в томатной пасте в общем посмотрю что сделать и купила вот такой кусочек говядины на кости не помню как он называется что-то триста двадцать семь рублей за килограмм что-то такое что-то в этом духе говорю цены примерно девочки потому что мне чек выдают я карты оплачиваем банковский такой вот и купила здесь немножко колбаски по чуть-чуть грамм по триста вот такой шинки она очень вкусная такой ветчины вот перчиком это у меня муж любит ему чуть-чуть вот такой чуть-чуть колбаски в нарезке и еще вот такой докторской колбаски кстати очень вкусная докторская колбаса и он очень вкусно с омлетом ну с яичницей пожарить очень вообще вкусненько получается немножечко буквально 6 штук вот таких это куриные купаты они стоят тоже 370 рублей или что-то в этом духе взяла 6 штучек я пожару муж у меня их очень любит что вот такие вот у меня небольшие мясные покупки ну что моя сладкая сейчас тебе дам сейчас моя хорошая уже ждет сейчас немножко побаловать свою девочку вот ее кстати нельзя и больше ничего только вот мяско в сыром виде потроха всякие кости говяжьи не свиные возможно из курицы что-то индейку говядину баранину то есть вот такой свинину тоже можно но вот не жир а мясо ну это чуть-чуть лучше вообще мне сказали не давать поэтому вот иногда покупаю либо мяско там когда разделывают говядину буду разделывать тоже ей дам чуть-чуть и вот такой но это чуть-чуть это не основная еда это у нее вкусняшки такие вот что-то он а а а а а а а а а и еще девочки хочу вам сейчас показать у меня наконец-то появилась мясорубка ура ура на самом деле у меня раньше была мясорубка но она сломалась это было очень очень давно я не знаю лет пять тому назад и потом нам отдали такой кухонный комбайн я вам неоднократно показывала он как бы считается профессиональным он достаточно дорогой но нам его отдали потому что им не пользовались и предложили я его забрала мне там была одна насадка венчик то есть такой металлической чаши я вам сейчас все конечно покажу вот и на этот комбайн есть множество насадок вот всевозможные насадки туда можно и для замешивания теста и в общем много-много-много всего можно на этот комбайн как бы докупить насадок но насадки эти если брать оригинальный их вариант да они стоят очень дорого даже мясорубка стоит больше 20 тысяч 25 если я не ошибаюсь и принципе все насадки имеют такую стоимость и в общем у меня муж тут нашел эти насадки на алиэкспресс я конечно понимаю что это китай и так далее но как-то за насадку давать больше двадцати тысяч с учетом того что этот комбайн у меня ну скажем так для личного пользования да и не какие-то тут промышленные масштабы у меня вот мне конечно было всегда жалко отдавать такую сумму в общем заказали на алиэкспресс и заказали две насадки одна для получается ну как мясорубка идет с разными вот этими дырочками да как это называется на общем вы поняли да разный разный в общем делает там разный фарш и 2 насадка у меня получается для терка но терку это на самом деле не та насадка которая прям очень очень сильно хотела потому что тоже в таких промышленных масштабах я мало что натираю только тогда когда осенью делаю заготовки какие-то тогда конечно да она мне пригождается просто так получилось что этого продавца если покупаешь две насадки терку мясорубку то там чуть ли не по цене только одной мясорубки в общем пришла к нам эта насадка сейчас я купила говядину и как раз сделаю свинину у меня есть я ее размораживаю как раз вечером сделаем фарш я хочу его разделить на два раза потому что мясо у меня достаточно много и будут у меня теперь домашние котлетки и не только наверное так что я очень на самом деле этому рада вот так что девочки прям поздравьте меня вообще я кстати такой человек который очень жалеет денег на какую-то кухонную технику скажем так вот я например сейчас брежу я очень хочу хлебопечку себе приобрести ну вот все время думаю в принципе у меня хорошая духовка может быть попробовать сделать хлеб в духовке но я именно вот хлеб хочу печь очень если у вас есть хлебопечка напишите мне пожалуйста во первых какая она во вторых ну то есть какой фирмы до нравится на вам или нет печете в этом или нет потому что я смотрю что разброс конечно цен вообще но борг я уж вообще молчу да у них там хлебопечки эти больше 25 тысяч я не знаю что же они там делают такое интересное с этим хлебом но это мне вот все время как-то вот я смотрю думаю надо мне или не надо и вроде вы знаете когда как-то вот хлеб за к хлеб бога заканчивается думаешь вот было бы здорово я бы испекла может попробовать духовке если вы знаете может быть в общем напишите девочки как обстоят дела печете ли вы дом дома хлебушек сами в духовке или нет стоит вообще пробовать не стоит даже рецепты было дело смотрела но как-то все дальше чем посмотреть у меня дело не доходило в общем очень буду ждать ваших комментариев по поводу хлебопечки ну давайте покажу вам свою мясорубку новенькую и так девочки вот мой агрегат вот так вот он называется китчен китчен а это вот он у меня такой немножко пошарпанный в каких-то местах в общем мне когда его отдали значит в него в комплекте в комплекте была вот эта соответственно миска и вот такой вот венчик который отлично все взбивает крем различные я делаю в общем классная классная вещь и вот сейчас у меня получается но это терка новая насадка да я еще не пользовалась тут муж говорит масло чтобы я не мыла ничего не намывала специально масло который правда все пачкает вот в общем тут разные насадки на терку то есть сама непосредственно насадка еще разные вот такие штучки и соответственно вот сама насадка вот ёршик тут идет в комплекте сама насадка на тоже делать соответственно фарш вот такая найдет достаточно такая узенькая вот так что вот такая вот у меня новиночка что вообще хочу сказать по поводу этого агрегата во первых он тяжелый вот я бы сама если мне не отдали покупать бы не стала я вам честно признаюсь потому что мало того что он сам дорогой так еще и насадки если брать вот оригинальные не заказывать на алиэкспресс ну как я уже сказала они достаточно дорогие вот эта сама штука тяжелая то есть ее нужно находить на кухне где-то место это я маслом вот этим испачкалась нам которая который постоянной основе он должен стоять потому что он тяжелый вот эта часть даже назад откидывается чтобы допустим достать чашу или поменять насадку достаточно тяжело во всем остальном конечно работает он идеально взбивает все идеально вот этой вот сбивалка я пользовалась да и сливки взбивает и белки взбивает на ура конечно работает он просто но просто на ура ничего тут не подпишешь но единственное вот минус он тяжелый ну и соответственно самый главный минус это цена как самого агрегата так и всех вот этих вот сопутствующих насадок но так как он у меня есть я решила просто постепенно будут докупать различные сюда насадки очень хочу такой есть крюк еще для замешивания теста потому что вот эти вот эта насадка соответственно тесто она не не замешивается имеется ввиду именно такой дрожжевое тесто да вот это вот что-то там не за печенье какой-то да он сделает там вот ну что-то такое не очень густое вот эта насадка справляется ну и какие-то различные другие насадки самое главное я хотела именно вот эту вот мясорубку девочки так что у меня теперь есть мясорубка ура 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 самом деле по внешнему виду от оригинальной ничем не отличается это не пластмасса это все тоже также металл ну не знаю самое главное же сам агрегат вот он у меня оригинальный да но я еще раз повторюсь мне его отдали так что он сейчас как раз а у меня разморозилась мяско и муж мы с мужем сейчас будем делать фарш но я визжу от восторга да девочки я с вами соглашусь котлетки конечно из домашнего фарша это котлетки из домашнего фарша тут уж ничего не пропишешь вот но теперь у меня есть мясорубка так что я вам буду крутить вертеть что называется не знаю как насчет того дешевле это получается ли нет мне кажется нет вот ну ну да ладно а я также в этом видео хочу ответить на вопрос на один комментарий но в общем мне на самом деле очень часто пишут на эту тему я кстати заранее извиняюсь немного простудилась и голос у меня такой не очень но хочу очень ответить на запрос потому что тот выходные его как раз получила и думала размышляла все на эту тему он я достаточно часто получаю подобные комментарии причем иногда это в таком последний комментарий был нормальная бывает такое что в таком достаточно плохом ключе я бы так сказала из серии того что я кого-то обманываю или я какая-то там жуткая ведьма что-то в этом духе по поводу того что я делаю выпечку ем выпечку сижу не на пупы и при этом не поправляюсь на самом деле я вообще америке не открою я говорила уже неоднократно и даже девушка от последнем комментарии до которые вам огромный привет который написала мне она тоже там написала что она прекрасно понимает о том что действительно нужно знать меру я здесь вообще на сто процентов согласна еще иногда получаю комментарии такие что как как можно вот так вот жизнь жизнь облизываться и ничего себе не позволять все в этом духе на самом деле такого не происходит то есть вы реально думаете что люди которые не имеют лишнего веса вот реально сидят и кого постоянно себя контролирует и ничего себе не позволяет конечно же нет у каждого из нас у каждого из нас вот не зависимости от весовой категории есть определенная порция свыше которой мы чувствуем что мы уже переели правильно так вот у меня эта порция достаточно маленькая раньше она была большой раньше мне кажется вообще не было никакой меры потому что смотря сейчас на то как я питалась раньше я могу сказать что у меня просто волосы начинают шевелиться я вообще я даже не представляю как я могла столько употреблять пищи более того я когда употребляла такое количество пищи я не осознавала что это много я вот то есть я не смотрела правде в глаза давайте вот просто по-честному скажу мне казалось что он это нормально что я ем даже мало потому что какие-то моменты я осознанно или подсознательно да какие-то свои там перекусы и так далее я их не расценивала как полноценный прием пищи для меня полноценный прием пищи это был допустим завтрак там какой-то омлет там что-то я не знаю такой обед где есть там 1 2 3 компот и ужин а то что между там обеда можно у меня съедала пиццу или еще что-то я это не воспринимала как прием пищи это первое что хочу сказать то здесь нужно просто правде посмотреть в глаза если ник ником не посмотреть правде в глаза ну я здесь честно но я здесь не могу ничего посоветовать потому что я вот пока не увидела себя со стороны пока я не осознала вот всю трагедию весь масштаб вообще этой ситуации я не этого вот в моей голове вообще никак не укладывалась я не понимала как человек который съедает там пол кусочка пицца говорит что я наелся для меня это вообще не укладывалось на и голове никак я не могла понять как можно любимую конфету съесть одну штуку я не понимала этого сейчас я уже конечно это понимать да мне пришлось себя контролировать да мне пришлось себя где-то где-то отказывать нету удерживать где-то напоминать где-то расстраиваться где-то злиться самому себя где-то плакать так такое бывало но сейчас для меня это норма жизни поэтому у меня происходит так то есть у меня это нам ну как зубы почистить это неосознанно мной происходит то есть я съедаю определенное количество еды и я наелась понимаете и допустим тоже пицца тоже я не знаю выпечка какая-то которую я делаю первых я никогда не делаю слишком много но последнюю пиццу я не беру я не знала что столько получится какой то вот все то что я выпекаю все то что я показываю вам если я это ем иногда бывает что это не ем это действительно правда правда такое есть меня вот то это мой основной прием пищи то есть пицца это ужин это не после ужина не должен они во время ужина а это мой ужин составляет я тоже уже об этом много много раз говорила сейчас я просто повторяюсь вот поэтому вот такая вот история происходит нужно просто ну просто правде посмотрите в глаза как это сделать я честно не знаю это вот как озарение какой-то приходит к тебе когда ты понимаешь что это вот но это кошмар что то что вот когда я вот да я рассказывала когда я одела вот эти брюки и поняла что я уже стремлюсь за 50 размер я как-то вот по-другому на себя посмотрела увидела свой живот увидела свои бока и поняла что это вот но это кошмар так что вот такая вот происходит история я просто ну не знаю если я считаю как вот если непонятно вот вот вообще никак не понятно как я похудел ну вот систем сейчас много очень много девочек которые рассказывают о похудении я никому не продаю никакие свои там гайды я не знаю еще вот это вот всю историю я просто поделилась рассказала если непонятно тогда я советую поискать то что будет для вас ясно понятно четко да как то что будет подходить для вашей жизни я никого вообще не агитирую питаться так как я ни в коем случае вот но я считаю что во всем должна быть мера конечно же это основное вот мало есть это основное к сожалению но со временем это у меня приобрело привычку поначалу конечно и я не скрывала этого я себя дергивала я себя заставляла я прям медитировала можно так выразиться да то есть я четко контролировала то сколько я съедаю контролировала себя вот каждый сша сейчас нет я вообще расслаблена я даже на весы не каждый день встаем иногда вы пишете там это что похудела ли поправилась я первым делом и достаю на весы но весь мой практически не колеблется цифра 60 я не видел ого-го уже сколько несколько лет когда я болею например когда болит у меня горло там и ну вообще когда да вот простуда какая-то заболевая обычно худею потому что я плохо ем и всегда когда нервничаю когда болею куда-то плохо чувствую я всегда мало кушаю вот и но потом набираю обратно поэтому в принципе мой везде до составляет 57 58 килограмм плюс минус килограмм вот так вот у меня туда-сюда гуляет и все и я даже практически последнее время не контролирует а я не хочу поправляться но я не хочу худеть мне нравится вот мне нравится вот вот прям вот 58 это вот прям вот вот моё вот я надеюсь что я ответил она на ваш вопрос я надеюсь что с этим понятно то есть то есть я ем все но по чуть-чуть и вообще у меня вкусовые пристрастие немножко изменились с похудением то есть я раньше любила выпечку сейчас я особо не люблю вот если бежала одна девочки знаете как бы я питалась я бы на завтрак ела бутерброды с колбасой ветчиной потому что я люблю все вот эти колбасные ветчинные изделия и всему вот это все вот это это вообще моя любовь с кофе на обед бы я поела бы кофе и какие-нибудь пирожные картошка или конфетки трюфеля или батончики это я называю все что я очень сильно люблю а на ужин дело по рыбу и было бы так каждый день вот каждый божий день наверно сорта рыбы потока менялись это те продукты которые я действительно очень сильно люблю но опять же я не съедаю полкило я не съедаю целую коробку этих конфет 2 максимум 3 в день у меня конфетки и мне этого достаточно маленькими кусочками я наслаждаюсь так я не заглатываю не забрасывала так вот себя быстро 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 еду я приучила себя сесть за стол разложить тарелочки ложечки вилочки все себе налить навести поставить сесть то есть потратить на это время и иногда когда куда-то бежишь думаешь потом приду и потом я себе поначалу конечно же заставляла это делать но сейчас мне тоже привычку есть медленно с чувством с толком с расстановкой не забрасывать себя еду вы сами увидите что порция тоже уменьшится я об этом тоже уже много раз говорила вот так что вот так девочки я надеюсь что я я просто никогда не готовлюсь я отвечаю вот так как я думаю так как я вижу так как я наблюдаю за собой потому что ваши вопросы они заставляют меня задуматься о том как было и как стало почему было так почему стало так почему вообще мне задают такой вопрос и как бы я бы отреагировала там когда имел лишний вес когда пыталась похудеть если бы видела вот это да и своей точки зрения я вам отвечаю но сейчас я уже не замечаю не контролирую никакие порции я просто знаю что вот вот есть определенная порция свыше которой если я съем не будет некомфортно в животе мне будет у меня будет раздутые не задам урчание какой будет тяжесть какая-то в животе мне это неприятно поэтому я чутко знаю вот как в алкоголе да то есть знаете что вот бокалы и нормально да два бокала все понеслась душа в рай вот примерно то же самое так у меня не понеслась душа в рай а я просто буду себя некомфортно чувствовать в области живота вот так что я надеюсь я вам ответила на этот вопрос вот на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео буду очень ждать ваши комментарии по поводу хлебопечки поводу похудения питания рациона и всего остального тоже оставляйте комментарии отвечу либо в комментариях либо видео всех люблю целую и до новых встреч